Верующие 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 С Отцом и Сыном мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков, поединую, скотую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святого Духа Богу Нашему! Воскресите Господу вся на роли! Воскресите Господу! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святого Духа Богу Нашему! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святого Духа Богу Нашему! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святого Духа Богу Нашему! Мне сказали, что есть люди, которые пришли впервые и те, кто хотели бы покаяться. Сегодня играйте, пожалуйста, играйте, не переставайте. Не переставайте. Вот то, что вы начали играть, играйте. Играйте, это очень хорошо. И пусть Господь сейчас благословит. Пусть Бог благословит сейчас. Поспешите сейчас выйти. Прямо сейчас можете выйти сюда вперед. Мужчины, женщины, юноши, девушки, не знаю кто, сейчас из пришедших, хотя бы примиритесь с Богом. Принять Иисуса Христа Спасителем Своим. Господом Своим. Вопросы мне задайте сейчас. Врешедшие все. Спасен ли я? Спасена ли я? Выходя из этого зала, знаете ли вы, куда вы пойдете, в рай или ад? Вообще в целом. Куда дорогу вашей жизни идет? Есть Спаситель Иисус Христос. И сегодня Он снимает такого греха. Он снимает Иисус Христос сегодня. Цепи рабства. Он дает свободу. Здесь сейчас место свободы. Сам Господь Иисус Христос сейчас приглашает вас сюда. Сюда и мы помолимся. Да, пожалуйста, кто из присутствующих? Вы? Кто еще? Я не знаю. Пожалуйста, спросите друг друга. Я здесь мало кого очень знаю, как гость. Я понимаю, многие здесь верующие. Но есть среди нас и такие товарищи, которые еще не совсем товарищи. Среди нас есть еще те, кому нужно спастись. Кому нужно сделать этот шаг вперед. Не стесняйтесь, пожалуйста. Специальное время сейчас для вас именно. Специальное время. После всех этих молитв есть время для вашего покаяния. Примирения с Богом. Отец, прошу тебя, Господь, сейчас за тем, кто еще не спасен. Боже, в этом собрании по твоим светом покровам, Господь, мы собрались. И Господь, коснись сейчас сердец человеческим. Коснись каждого сердца, Бог мой. И те, кто еще не пережили эту благодать спасения. И те, кто еще, Господь, сегодня размышляют, сомневаются. Бог, пусть сегодня, Господь, откроется для тебя сердца людские. И пусть, Господь, благодать вам придет спасение Твое. В эти сутки, во имя Иисуса Христа. Благостови, Господь. Благостови. Аминь. Если вы не решились выйти, то, пожалуйста, поразмышляйте над тем, что вы услышали. Сегодня очень много услышали. Очень много слов говорилось разных. И сегодня цитировалось из Библии многое. Сегодня проповедники очень разные были здесь. И у вас есть повод подумать. И я прошу вас, если Бог вам даст возможность еще, не упустите шанс и придите в церковь. Придите, здесь многие христиане собрались с разных церквей. Здесь священнослужители собрались также разных динаминаций. И баптисты, пейсятники, харизматов, сколько я знаю, может, еще кто, я не знаю, из других церквей пришли. Самое главное, не в какой храм или молитвенный дом будет человек ходить, в какое здание церковное, в какое собрание. А самое важное, чтобы он был спасен. Слава Иисусу. Пожалуйста, пристаньте, я пару минут скажу сейчас об этом также. Друзья, потому как на самом деле, часто проповедуя людям на улице, где-то в транспорте общественном, в поезде, в автобусе, в электричке, знаете ли, разные бывают ситуации. Иногда я проповедую и привожу людей к Иисусу, рассказываем о Христе. И тогда у людей обычно вопрос такой, после молитвы, допустим, общения, если дорога дальняя, допустим, и можно обо всем поговорить, как бы уже. Люди обычно говорят, вот я с такого-то города, или с такой-то страны, допустим, и знаете ли вы там кого-то. Ну, бывает так, что иногда я знаю. Иногда бывает, я знаю в таком-то городе, в какой-то стране, допустим, таких-то пастырей, священников там и верующих. Я могу кого-то порекомендовать. Благо у меня много телефонов, значит, там, и-майлов, значит, служителей, я могу кому-то, допустим, порекомендовать обратиться. Но чаще всего бывает так, что, значит, я даже и не знаю этих городов. А если и знаю, то слышал, но как бы не знаю никого там. Но я обычно говорю этим людям, что самое главное, любите Иисуса Христа. Продолжайте любить Иисуса Христа, самое важное. Читайте Библию, Божье Слово. И старайтесь общаться с теми, найдите у себя кого-то в городе, в селе вашем. Найдите тех, кто тоже любит Иисуса Христа. Кто любит Господа Иисуса Христа. Потому что кто не любит Господа Иисуса Христа, того анафема. Тот еще находится под проклятием. Потому что лишь из проклятия, греха, лишь одно нас спасает. Это любовь к нашему Господу Иисусу Христу. Его к нам и наша к Нему любовь. И лишь, на самом деле, любящие, думаю, большинство из-за правил здесь любящих Иисуса Христа. И самое важное, ведь только любящие приходят в небо. Знаете ли, и пусть даже в собраниях некоторых не такая уж и, допустим, верная теология, на мой взгляд, допустим. Но я скажу, самое основное, ведь даже не то, что какие-то теологические вопросы или споры, которые нас, может быть, волнуют. А именно, даже не наши представления порой религиозные, но самое главное, любовь нашего Господа Иисуса Христа. Многие вещи, на самом деле, как уже было сказано здесь, они меняются в наших судьбах. Было время, когда я, вот, к примеру, был священником традиционной русской православной церкви. Я не был реформаторским, не был обновленческим священнослужителем. Был обычным православным батюшкой, в селе служил, и в Рязани, потом в Рязанской области, потом в Брянской области работал. И был настоятелем храмов там. И, знаете ли, в те времена я мыслил, у меня была другая теология в моей голове. Я верил по-другому и очень, как сказать, ну, серьезно по-другому. В те времена, допустим, в 88-м, когда я начал свое служение, допустим, полное уже в храме, читал, пел на клирусе, хором руководил, как клирус, прославление, так будем так говорить, в храме. И потом, в 91-м, став священником, я не мог себе представить, что однажды я попаду в такое собрание, допустим. Вот буду среди вас. Но как я дошел до жизни такой? Как получилось так, что теперь вот так вот я не чураюсь и общаюсь с разными христианами. И, знаете ли, что случилось? Мы знаем из Библии удивительную вещь. Когда мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа она намывает нас от всякого греха. Удивительно. В Библии говорится, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Те люди, которым говорил это Иисус, они обиделись, и они считали, что они уже свободны, и вообще не были рабами никому никогда. Но они были рабами. Иисус слышал их звон цепей, знаете ли. Но Господь Иисус, Он не расстраивается на вот эти вот обиды. И даже тем, кто оставался с Ним до последнего, Он предложил, вы не хотите ли тоже уйти? То есть, как бы, нет проблем. То есть, Он не неволит, насильно имел не будешь. Но, знаете ли, Он, Иисус, имел глаголы вечной жизни. И те, кто хотели действительно свободы, не по нарожку, по правдочному, реальной свободы, они пошли за Иисусом. И сегодня Господь Иисус говорит христианству, обратитесь, будьте мы учениками. Он говорит к народу, Он говорит христианам в первую очередь, всем, кто называется Его святым именем. Может быть, даже не являясь таковым, но называется Его именем. Я думаю, у Господа есть ревность, определенная по имени своему, великому имени. Ведь пред именем Иисуса всякая колена слоняется. Если люди называются лишь даже христианами, у Бога есть великая к тому ревность, я думаю. И Бог обращается сегодня к тем, кто именуется Его святым именем, именуется христианами. И обращается, как бы, говорит, познает истину, и истинность сделает вас свободными. Те, кто могут обижаться, они, как бы, у них свои проблемы. Но те, которые говорят, да, Господь, мы хотим освобождаться, мы хотим изменяться, мы хотим познавать истину, мы хотим быть твоими учениками, Он спасает. Слава Иисусу! И вот в 96-м году совершил чудо моей жизни, я начал общаться с такими, как вы, христианами. Я раньше, кроме храма, не мог представить себе вот такого собрания, допустим, вот такого богослужения, даже в самом страшном сне. Но потом, понимаете ли, я осуждал таких христиан. Вот он тоже, понимаете ли, был такой судьей неправедным, конечно же. Потому что у нас один судья только лишь, мы не можем судить ни живых, ни мертвых, один лишь судья есть. Это Господь Бог всемогущий. А я судил, а потом однажды возьми-то и попади на такое собрание. Ну, не совсем такое, конечно, там было поспокойнее гораздо, но для меня это было тоже стрессом большим, я так скажу. Потому что там пелись другие песни, там говорились другие молитвы, там вообще мало что было. Да ничего не напоминало мне богослужение, в общем, в моем привычном формате. Поэтому для меня это тоже был стресс большой. И, понимаете ли, я думал, о чем могут петь сектанты? А там как раз вышел дедушка один, и он сказал, что сейчас будем петь псалон номер такой-то. Я думаю, о чем могут петь сектанты? Думал, типа, о моя секта, о моя секта. И я так внутри еще раз, как бы, осудил, по сути, этих людей. Знаете, когда они запели протяжно, так вот, по-деревенски, так, знаете, с подвыванием каким-то, по-профонставному, как бы, мне так показалось, вот, они запели такую песню, которую меня очень сильно тронул тогда. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Аминь. И пели, пели, пели эти люди эту песню, знаете ли, куплет за куплетом. И я просто, когда стоял там, я, знаете ли, я просто каялся внутри и говорю, Бог, прости. Своими словами я говорил уже не там, не по молитвослову как-то еще, не какие-то слова отбирая. Нет, просто своими словами говорю, Бог, пожалуйста, прости, что я плохо говорил об этих людях, плохо говорил об этом месте. Ай, я говорил порой часто плохие вещи такие, знаете ли, в присутствии разных людей. А там Бог присутствовал. Не только слова эти меня очень сильно коснулись, конечно. Слова потрясающие, слова замечательные. Не было ни таких слов, которыми я бы поспорил бы, допустим. Там пели самые важные слова. Вот, если бы там, может быть, из среды огня, я бы, может, еще, как бы, значит, там, ну, как бы поспорил бы, допустим. Или какие-то еще другие песни, допустим, которые сейчас звучали здесь. Есть некоторые спорные такие, ну, теологические, допустим, до сих пор у меня есть такие спорные моменты. Но это неважно. Ведь люди пели же не о аббатском огне, да, а о огне Божьем. Ну, как бы, ну, хотя обычно, вот, в православной, в контексте православной церкви, обычно, ну, не ассоциируются с Божьим огнем что-то сразу. Вот, я просто, ну, делаю такое, не то же замечание, просто, как бы, комментарий. Поймите правильно, я люблю очень песню, очень уважаю Алексея Летяева, очень люблю. Он один из моих духовных отцов, поэтому, как бы, я знаю, что это было хорошо написано и в духе написано. Но, знаете ли, скажу, что вот когда мы все-таки, на самом деле, действительно понимаем о самом важном, такие важнейшие песни о любви Христа, да, вот, нет ни с чем поспорить вообще, вот, абсолютно. Действительно, только любовь Христа, она нас соединяет. Но самое главное, конечно, вот, что сам Господь среди нас сейчас здесь, самое важное. Он сказал, где двое или трое, собранное во имя мое, там и я посреди. Замечательно было сказано о смирении, замечательно было сказано, что на самом деле мы должны, вот, потому что пока не смиримся, мы не сможем и быть едиными, быть одним сердцем. Пусть Господь благословит, дорогие друзья. Я очень признателен за приглашение. Семинар проводил вчера, позавчера. Записи, вскоре, я думаю, они будут уже так ходить по рукам, значит, можно будет посмотреть их, эти записи. Вот, в сети тоже выставим там, на Ютубе можно. Бишоп Журавлев, заходите. Или же в поисковой системе вводите, там, украинская реформаторская православная церковь. Или же архиепископ Сергей Журавлев. Вы попадаете на какой-то из наших вот этих сайтов. И там обычно, как раз наверху, вот эти вот последние вот эти новости. И здесь, что в Броварах проводил семинар, все записывалось тоже, и это будет в сети, поэтому сможете посмотреть, скачать там и прочее, по желанию. И, знаете, я очень Богу признателен за то, что действительно истина Божьего Слова сегодня освобождает нас. И хотел бы помолиться за вас, дорогие друзья. Хотел бы помолиться за служителей, за священников, за пастырей, старейшин. Как бы мы ни назывались, это все, как бы, ну, сам принцип важен, лидер, да, лидер, пастор, священник, батюшка, там, знаете, на Руси, как говорят, каков поп, таков поп, да. Это очень метко замечено, на самом деле. Это очень хорошо замечено. И очень многое зависит от нас, от попов. Ну, сейчас попами не называют, правда. Попами называли это раньше, до Петра Первого. От слова папа, отец, значит. Поп, жены их называли попадья. Моей жене очень не нравилось это название старинное. Ну, как и мне не нравилось слово поп, ну, как бы, зачем. Вот, так вот, и... Ну, так вот, в попы и попади, я говорю, да. А старшие попов называли протопоп. Протопоп. А их же называли протопопица. Так что, протопопы и протопопица. Попы и попади. Ну, ведь, ну, сейчас в православии, допустим, проще гораздо. Батюшка и матушка. Ну, все, все проще как-то. Так что, дорогие, батюшки и матушки. Особое слово, знаете, какое? Что, видите, на самом деле, шутки-шутки, а ведь, на самом деле, от нас очень много зависит. Так мир устроен, да, так человеческое сообщество вообще устроено, что основная масса людей, они идут за кем-то, они... Ну, так устроено человеческое сообщество, знаете, как муравейник, там, как еще, там, любое сообщество как-то устроено. Вот человеческое сообщество так устроено, что большинство людей за кем-то должны идти. И, ну, в каждой стране, в каждой нации, в каждой культуре есть та простойка всегда людей, которые идут. Вот их хлебом не корми, надо толкать, надо идти впереди. И у них большой потенциал. Благо, если эти люди будут на правильном месте в правильное время, с правильными мозгами, с правильным сердцем. Очень большое горе, если эти люди будут в неправильном положении, в неправильном сердцем и с неправильными амбициями. Ну, простая иллюстрация, помните, да, вот этот вот один из тиранов 20-го столетия, да, Гитлер. Когда мама его была еще беременна, значит, то они гадали, ну, не было УЗИ раньше же. Они гадали, их тоже будет девочка или мальчик, значит, там, что... И они с отцом, они были очень религиозные, они были католические, верующие, как бы, ходили в костерок постоянно, значит, и были богобоязненные, как считалось. Ну, по крайней мере, в традиции католицизма. И они решили так, что если родится мальчик, они посвятят его Богу, он будет священником католической церкви, они дадут его в монастырь на воспитание, значит, и он будет там воспитываться. Но, как бы, представьте себе, иностранный мальчик буквально с пеленок показывал очень амбициозный характер, значит, и лидер был в семье, воростал лидер. В 4 года его отдали в монастырь, ему 4 года всего лишь было, отдали в монастырь на воспитание, очень строгое воспитание. Его первые игрушки, это монастырские, все были эти вот побрякушки, значит, и послушание, и молитвы, значит, и бдения. То есть, как бы, в очень строгих традициях вырастал, и в монастыре, настоятель монастыря замечал, что Адольф, юный, он подает большие надежды. Не просто, его даже там дразнили, он маленький кардинал растет, то есть, он как бы очень большой был лидер с самого начала. И представьте себе, ну, потом были у него огорчения, которые, к сожалению, и мистика нездоровая. Но, господа, если бы, представьте себе, его бы энергию дали мирное русло, если бы с правильным сердцем, если бы не просто религии напичкили бы его, там, в семье и в монастыре, а если бы он Иисуса встретил, живого Бога, если бы пережил бы возрождение. Представьте себе, какой потенциал мог бы быть, это евангелист, это Бонки того времени, да, насчет Рейнфорда, или, значит, и кто-то еще там, Тейл Осбор, значит, там, насчет того времени. И его, ну-ка, наш тиран Сталин Иосиф, да, тоже, у них очень похожи все эти судьбы, тоже мама так зареклась, что если родиться сын, то будет священником, ну, только не католической, а православной церкви. Вот, и тоже родители были религиозны очень, чрезвычайно, мама, по крайней мере, была очень религиозной женщиной. И с первых же лет жизни его отдавали священникам на воспитание, школа церковная, потом училище епархиальное, потом семинария. И, в общем-то, человек готовился тоже стать священником, только в другой деноминации, в православной деноминации. И затем, уже в последний класс в семинарии, значит, у него огорчение, у него... То есть человек религиозно был грамотен, по закону Божьему 5, значит, и в школе, значит, и в училище, значит, и в епархиальном, и в семинарии, значит, но, знаете ли, знаний хороших много, богословия, да, теология, но нет была встречи с Богом. И потенциал этого человека, потенциально великого человека, да, стратега, был направлен дьяволом в свое царство. Вдумайтесь, друзья, вот как важно, да, чтобы люди не только правильные какие-то знания получали, какую-то информацию хорошую получали, а реально переживали Бога в своей жизни. Друзья, и, конечно, родители Адольфа и Иосифа, они как могли воспитывали их, они хотели что-то доброе вложить, но они были религиозными людьми и там, и там, и с той, и с другой стороны, это не зависит от деноминации даже, я так скажу, но информатика была, как ДВРовцы, дети верующих родителей, да, они были знатоки Писания по-своему, но, друзья, ни тот, ни другой не получили то, что самое важное, встреча с Христом, любви Христа, не пережили возрождение свыше. Господа, на самом деле их очень важно, чтобы те, кто такие призваны Богом сейчас, вот в контексте молитвы этой, да, священники являются, паспастыри, чтобы были с правильным сердцем. Иисус однажды сказал так, что если слепой ведет слепых, то попадают все в яму. Друзья, не дай Боже, от нас очень много зависит, в Германии там есть такая композиция одна, скульптурная, когда мальчик слепой ведет за собой других людей слепых, они доверяют ему, как именно поводорю, и вся композиция уже заваливается, уже готова упасть. И там есть такая легенда, я был в этом храме, там фотографировался, там рассказывают такую легенду в этом храме, что это было еще времен реформации, старый епископ, умирая, приказал сделать эту композицию, она сохранилась, несмотря на бомбежки там союзников Германии. И почему? Потому что молите, чтобы ваши лидеры не были незрелы, во-первых, а во-вторых, слепы. Чтобы они не были слепыми и незрелыми. И чтобы предупреждение такое, как раз перед входом в храм это все, вся композиция, представляете? Ты проходишь храм, и ты видишь эту композицию. Очень как бы, так вот, но есть над чем задуматься. По крайней мере, мы там остановились, сделали паузу в экскурсии. И просто помолились о том, чтобы, на самом деле, чтобы мы не быть незрелыми и не быть, знаете ли, слепыми. Потому как нам доверяют люди, очень многие люди. Очень многие у нас, допустим, люди вообще доверяют людям в рясах, с крестами на груди. Но мне порой очень больно того, что, действительно, имея прекрасные возможности, порой священники наши не несут Слово Божье. А почему? Чаще всего просто сами не пережили то, что в Библии называют рождением свыше, новым рождением от Бога. Информатика, да, в семинариях много что дается, много знаний дается. Но, знаете ли, самое основное ведь не в этих знаниях, а самое основное в личном переживании Бога, в личной встрече с Ним, с Богом. Рождение свыше от Бога. Слава Иисусу Христу, друзья мои. И пусть Бог благословит, пусть Бог благословит лидеров, пусть Бог благословит священников, пусть Бог благословит тех потенциальных лидеров, священников, что, может быть, в зале, может быть, не пришли в зал, а в церквях присутствуют, которые уже, как бы, ну, имеют это. Очень важно священникам, пастырям, таких людей в своей пасты выявлять вовремя, и обучать их, и выпускать дальше на труд. Очень важно, потому что эти люди, они, значит, ну, как жемчужинки, их надо находить и поощрять к труду. Знаете, это очень важный момент такой, служение. Но, чтобы служители были направлены, на самом деле, на большой труд на Ниве Божьей. Слава Иисусу! Друзья, и, конечно, я хочу помолиться о своей теме, реформации церкви, потому что моя главная тема, мое послание, это реформация церкви. И, конечно, как реформатор православной церкви, я убежден, что в реформации нуждается не только православная наша динаминация, но и в целом тело Христа, так или иначе. Потому, как говорится, всем нам, я думаю, встань спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. И я убежден, что в спящей душе он, Господь, пробудет в эти последние дни. Те, кто мертвы, только лишь называются его именем Христовым, но реально еще мертвецы. Бог воскресит и осветит церковь свою, Господь, осветит своим присутствием святым. Слава Иисусу! И пусть Господь благословит в труде в этом. Кстати, я сюда приехал к вам в Бровары, значит, с Королевца, Сумская область. Я был там три дня, проводил семинар. И я еще минутку скажу просто про Королевец, это потрясающе было свидетельство такое. Там, возле Королевца, я пережил однажды такое чудо в своей жизни большое, которое вот 9 лет прошло, без малого, до сих пор, ну, как бы так мне согревая сердце, знаете ли. В 2003 году там я попал в ДТП. Проще говоря, я сбил мальчика, подростка, значит, и мальчик, этот школьник, он был на мотоцикле, выехал покататься из села своего, одного в другое село через трассу. И я пытался избежать столкновения, но, значит, и съехал вниз, но удар был все равно очень сильный. И мальчик был без признаков жизни, знаете ли, когда я выбежал туда, к нему, на дорогу. Но я молился не за упокой души его, знаете ли, я за упокой не молюсь уже с 96-го года, тогда уже зарекся не молиться больше. Я с тех пор молюсь только лишь за здравие, молюсь за живых людей. Потому как в Библии за умерших нет молитвы, за упокой души. Если же за умерших одна лишь молитва, которую тогда я впервые в жизни практиковал, это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Вот, и просто вопил к Богу, знаете ли, и Бог был милостив-то так, и мне, и к мальчику к этому. Мальчик поднялся, мальчик поднялся, но он был еще поломан, и у него сзади голова была, знаете, разбита, значит, как арбуз переспелый, так треснутая. И там за костями мякоть клокотала, значит, в его голове. Вот, врач приехал, скорая помощь приехала. Они не видели воскресенья, они видели уже мальчика поднявшегося. Но врач подтвердил для меня, вот, мое такое, значит, что у мальчика был мертв, потому что я стал сомневаться. Может быть, он, думаю, не мертвым был, а просто обморок, допустим, кто-то у него был. Врач сказал, что удар, ну, рана несовместима с жизнью. Значит, но самое интересное, пока мальчика везли в крыльевец, поэтому врач сказал, что вряд ли он выживет вообще. Мы не довезем даже его. Вот, удар, рана несовместима с жизнью. Но самое интересное, пока везли в крыльевец его, минут 10-15 прошло всего, столько надо было ехать. Это возле крыльевца буквально. За это время мальчик полностью исцелился. Абсолютно, как будто бы ничего. В этом не было ничего, слава Иисусу. И, знаете, вот этот врач скорой помощи, он обычный, светский человек, он никакой не религиозный человек. Значит, и он был очень сильно, конечно, так вот взволнован. И следователю, уже потом, уже спустя несколько часов, уже в комитете следователя, где я присутствовал тоже, где с моих слов все было записано, я подписался, читался, делал, что даже дальше скажут делать. Я сам не мог бы в шоке после такого происшествия. Значит, и я узнал такую историю от врача, из уст врача скорой помощи, что мальчик полностью исцелен, полностью здоров, цел. Знаете ли, за эти 10-15 минут, что везли, его, оказывается, кости срослись, кожа срослась, низкая каевая шишечка. То, что напоминало им о травме, это то, что кровь на нем оставалась. Кровь его, кстати, ничья другая, его кровь смыли, но, значит, под ней ничего, ну, все чисто. И, значит, врач сказал, чертовщина какая-то, значит, его комментарий был такой, значит. И потом, я вкратце скажу, там это очень такое сильное свидетельство, конечно, для меня потрясение было такое. Мальчик был полностью здоров, абсолютно. Даже хирург, кстати, он недавно ушел, вечность хирург, но мне сказали, что он вроде не покаялся, так я не знаю, может быть, перед смертью все-таки он покаялся. Для него это было, конечно, больше всех, наверное, даже. После врача скорой помощи, вторым в стрессе таком был хирург, конечно, потому что хирург видел кровь, но ничего не было, все было чисто. Потом видел одежду, куртку, которая явно показывала, что по нему были удары, удар сделан серьезный. Но под курткой все было чисто, ни синяков, ни внешний осмотр произвел для него большое впечатление на него. Лишь под ягодицей нашли шлепок, даже не синяк это было, это именно шлепок, не больше. Потом, значит, делали снимки, и вот здесь уже хирург уже, конечно, был просто реально тронут сверхъестественно. Потому что все кости целы, и внутри ни гематомы, ни карамезляния, ни порывутка, все цело, чисто. Но самое для него было невероятное, знаете что, оказывается, он пока там туда-сюда, пока снимки делали, все, он беседовал с мальчиком, мальчик адекватно отвечал на все вопросы. Ну, он был тоже в шоке, конечно, в стрессе, но он отвечал на все, как положено. И знаете ли что, мальчик этого хирург узнал, оказывается, он лежал у них уже в хирургии, не так давно там перед тем, оказывается, с переломом. Перелом зажил хорошо с первого раза, он уже ходил в школу, гонял на мотоцикл снова. То есть, он как бы, мальчик уже был в строю, но врач как объяснил, скорой помощи, следователю, а я это все слышал. Что, говорит, как бы хорошо не зажило, но хирург сказал, что там обязательно след от старого перелома должен быть на снимке. Обязательно. Мозоль там как называется. И вот, и что интересно, значит, на снимках не было вот этого следа, той мозоли от старого перелома. Потом, значит, делали снова снимки уже к вечеру, уже допоздна все это затянулось. А, значит, повторные снимки показали то же самое, что это не ошибка техники там, ничего-то еще, а реальность такова. И, кстати, и еще что, сам мальчик подтверждал все это, да, что он лежал в хирургии, что там хирург не ошибся, что действительно он лежал у них. То есть, за эти вот короткие минуты, да, пока везли в крыль и вец, не только его новые раны исчезли, но если это старые раны исчезли. Хотя, я упал на руль, значит, и мой УАЗик не был оборудован подушком безопасности. Russian Jeep, он, это военный джип. Значит, но, знаете, как будто подушка духовная такая была в безопасности, потому что ни следа, ничего. А скатиться вниз, кто знает, да, и упасть всем корпусом, значит, это немало, я так скажу. Значит, будет след хороший, значит, я видел людей просто после аварии некоторых. И, значит, и что еще интересно, дети были все целы, слава Богу, и жена. Тогда у нас было пятеро детей тогда, и все были со мной. Сейчас у нас шестеро детей уже. И вот, значит, и слава Богу тоже, и вам того же. Нет, это не проклятие, это благословение. А то неверующие говорят, о, там это шестеро детей было, какой кошмар. Говорю, слава Богу, говорю. Просто не понимают, что это благословение на самом деле. И вот, значит, и у детей были ссадинки, царапинки, но все целы. И супруга, правда, немного ударила сильно, значит, ушибла ногу, но ни перелома, ничего. Все, слава Богу, было хорошо. И знаете ли, когда обратно мы ехали, мы повернули, уже было поздно уже, и мы повернули обратно в Киев домой. И когда ехали в Киев, то, значит, знаете ли, я слышал голос. Я слышал громкий голос. Знаете, я не сумасшедший, я не слышу голосов. Вот, как бы и у психиатра проверялся не раз. Дело в том, что, значит, и международные поездки, значит, там, и покупка оружия, допустим, значит, там, значит, разрешение на оружие, значит, там, и прочие проверки проходил у психиатра. Вот, значит, я не слышу голосов, но тем вечером я слышал голос, громкий голос, и вот ни до того, ни после того ничего такого у меня не было в жизни вообще. Даже близко. Хотя, я могу говорить, что в моей жизни были такие моменты, когда я слышал голос Бога. Но это было, скорее, как моя мысль, наверное. Моя мысль, это было тихо, так что я мог бы принять свою мысль. Но я понимал, что это не моя мысль. Это откуда-то оттуда, свыше. Это мысль, это переживание, которое можно назвать голосом Бога. Во сне один раз слышал тоже, но я понимал, что это Бог говорит, как бы вот таким образом. Ну, а здесь было очень громко, знаете ли, как будто в машине резко включили громкую музыку. Еще странность, знаете, какая была такая? На другой день, уже на утро, субботы, когда мы разговаривали с женой по поводу того, что было этим днем. И вечером, знаете ли, что она... Я узнаю, что она ничего не слышала, оказывается. Я был на все столы, что она... Как же она не могла слышать, когда я слышал очень громко. Настолько она не спала, но она ничего не слышала. То есть, я только один слышал. А голос был такой громкий, что, знаете ли, ощущение, что далеко за машиной все это слышно очень хорошо. Вот в Америке, когда, к примеру, едешь, если... Я тоже за рулем люблю больше в Америке кататься. Там по правилам можно ездить. И, по сути, все Америку сквистил. 20 штатов последние поездки, значит. И от океана до океана, как раз. Это классная поездка, большая такая. И много проповедов в разных цифрах. Во всех этих, по сути, 20 штатах. Значит, и проезжаешь порой некоторые районы. Ну, южные особенно районы, городов больших, предместия. Там много черных обычно. И черные любят слушать эту громкую музыку, да. И черные ребята есть такие, что... Ой-ой-ой, я постоянно удивлялся поначалу. Рядом машина их не стоит. У меня закрыто. Он включен кондишн, потому что жарко. У них тоже закрыто. Но настолько громкая музыка, что у меня уже закладывающий грохот такой. Представляю, что их черные уши бедные слышат. Я не понимаю, они что-то слышат или нет. Вот и вот в тот вечер уже ночью, по сути, вот так громко, я просто прокомментирую, объясню как. Громко очень голос звучал. И голос звучал, я понимал тогда, он не представился, но я сразу понимал, что это Бог говорит. Значит, и голос задал три раза одно и то же мне. Один и тот же вопрос. Это очень громко. Я не могу это передать даже, как это было. Ты это видел, только очень громко. И я не мог ничего говорить, я только говорил, да, Господи. Но каждый раз после вот этого вопроса у меня снова, знаете ли, все события этого дня, оно прокучилось. А потом, после третьего раза, тот же самый голос опять в третий раз спросил, ты это видел, только громко. Вот именно так, как будто резко музыку врубали так вот где-то. Знаете ли, я опять так тихо сказал, что да, да, Господи. И тот же самый голос так же громко сказал следующее, вот так будет и с церковью. И все, и больше ничего не слышал. Представляете? Я, правда, был в шоке, в стрессе. Знаете ли, испытать такой стресс, мальчик поднялся. Я еще думал, может, он все-таки был обморок. Но гаишники, когда приехали на место происшествия, они осмотрели место происшествия, они не знали ничего еще, там, значит, подробностей, но они сразу сказали, что это летальный исход. Ну, по всем приметам. Я думаю, еще одно подтверждение такое. А третье было подтверждение уже в самобольнице. Я вообще, ну, я вообще по жизни рационалист, как бы, значит, и мне очень трудно верить чудесам, которые особенно проходят в моей жизни. Но их много было, но мне порой очень трудно в это верить. Неверующие быстрее в это верят почему-то многие. И третье было подтверждение для меня, что это было реальное чудо от Бога, то, что мальчик, у него жуткий аппетит пробудился между этими его снимками. Санитарки, медсестры, по его просьбе и по разрешению врачей, его повели в больничную столовую. И он на их глазах успел съесть, пока они не запретили ему, оторвали его от еды, он успел много взрослых порт засъесть. Не то, что 2-3, а много съел. Санитарки даже переживали, как не обместилось все это вообще, такой объем пищи. Так не скажешь, знаете, ни вида ни величия так вот. Вот, и бывает так, что... И вот, знаете, что интересно? И вот, когда я ехал дальше, я уже не слышал голос этого. Я был в таком стрессе, конечно. Но была моя мысль. Но это было из местописания. Это было местописание, одно из тех местописаний, которые я, ну скажу так, что он сотни раз читал его и проповедовал, порой ссылался на это местописание не раз. А никогда оно во мне вот так вот не отзывалось, это местописание. Вот этим хочу как раз завершить и пополить сейчас. Это Иоанна 11, 25. И я прекрасно знал эту историю, значит, и вот эти слова, они вдруг во мне стали навязчиво вспоминаться. Я есим воскресенье. Навязчиво, знаете, вот одно и то же. Я есим воскресенье. Десятки раз одно и то же. Я есим воскресенье. Еду дальше, и дальше мысль это. Я есим воскресенье и жизнь. Я есим воскресенье и жизнь. А там дальше есть поворот такой, Кипти. И дальше Черниговская дорога сразу, ну прямая, она уже на Киев. И вот оттуда, от Кипти, значит, мысль продолжается. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И десятки раз одно и то же, одно и то же. Только когда въехал в Киев, проехал гаишников, все прекратилось у меня. Знаете ли, и Господь меня тогда исцелил, значит, в тот день, это я узнал в субботу, уже понял, внутренно, морально исцелил и исцелил раны какие-то определенные. Пастыри знают прекрасно, да, что мы порой тоже имеем раны определенные, как пастыри, как служители. У меня были сопереживания, и, значит, даже скажу так, что я был очень сильно удивлен в субботу, узнав, посмотрев, как бы, на свое сердце, будем так говорить, свое самочувствие внутреннее, увидеть, что я вообще без всяких обид, без всяких огорчений, вообще без этих ран. Думал, может, мне все это показалось, может, это просто на эмоциях первого дня. Но потом, через пару недель я общался с теми людьми, обидчиками, о которых я не мог спокойно думать, и у меня было ровно шалом внутри сердца. Я понял, что это не просто слегка улучшилось мое существо, а полное исцеление. Слава Богу. Да, друзья, и Господь пусть благословит, Он есть воскресение и жизнь наша. И сегодня Он здесь присутствует. Давайте встанем, друзья. Отец, Бог и Царь наш, благословенный во веки веков. А, во имя Иисуса Христа благословенты, собравшие нас вместе, как птицы, птенцов. Благословенты, воскрешающие мертвых, пробуждающие спящих, освящающие Своих Церковь, Христос Иисус. Ты сейчас среди нас, наш Учитель, наш Наставник. Ты сказал, что двое или трое собранное во имя Твое там, это Ты посреди. Господь сводит, Ты посреди нас. И Ты воскресение наше. И Ты наше пробуждение. Господь, пробуди спящих христиан, пробуди спящие по местной церкви деноминации. Бог, воскреси мертвых христиан, воскреси мертвые деноминации, воскреси мертвые по местной церкви. Бог Смогущий, Ты приди, как чудотворец в нашу судьбу. Боже, и пусть Господь святильники наши будут поправлены, Господь. И пусть будет достаточно елея с нами, Господь, в сосудах наших. Благослови Господь во имя Иисуса Христа. И прошу Тебя, Господь, за пастырей, за священников, Господь, за тех, кого в народе попами называли или называют Бог. За тех, кого мы называем лидерами порой, Боже, старейшинами, пресвитерами. Бог Смогущий, епископами, Боже Смогущий. Пусть не слепые ведут слепых, но пусть, Господь, прозревшие, Боже, пробужденные, воскрешенные Тобою ведут за собой прозревших, пробудившихся, воскрешенных в Царство Твое. Благослови Господь и прошу Тебя еще о чем, Господь. Боже, пусть те потенциальные лидеры, что сейчас, может, даже еще не осознают, что они лидеры, но внутри чувствуют, что они не могут просто так ходить в церковь. Просто слушать, а не внутри понимая, что им пришло время действовать. Бог Смогущий, помоги Господь таким братьям, сестрам, Боже, найти себя, Боже, в служении, реализоваться, Боже, помоги нам, как служителям, как священникам, находить эти жемчужинки, Господь в церкви. Господь, замечать, Господь, такие наклонности людей лидерские, Боже, и снаряжать, и благоставлять их, вдохновлять во имя Иисуса Христа. Бог Смогущий, благостави нас, потому что Ты хозяин виноградника, Господь, Ты, Господин жатвы, делайте ли мало, жатвы, как никогда много. Боже, всемогущим, призови, Господь, делайте на Свою жатву во имя Иисуса Христа, и благостави сейчас своим шаломом, Ты, Господин, в субботу, в начале этого субботнего дня, как уже было сказано, Боже, пошли свой шалом, наши сердца, свой мир, наши сердца, благостави и обрати свое светлое лицо, чтобы благоставлять нас. Пусть в наших семьях будет Твой шалом, Твой мир, Твоя благодать. Благостави, и пусть между братьями и сестрами, пусть между разными общинами и церквями будет Твой мир, Твоя благодать. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Да благоставить Тебя, Господь, и сохранить Тебя. Да призыв на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилуй Тебя. Да обратит Господь, лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Иисус, во имя Иисус, во имя Иисуса Христа. Иисус, во имя Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу.